друзья всем привет с вами елена попова рада приветствовать вас на своем канале о флористике сегодня в нашей теме актуальный запрос в связи с осенне-зимним периодом это как сохранить мох как его найти как его собирать и вообще очень много запросов не поступает на эту тему поэтому в сегодняшнем ролике все вам расскажу во-первых скажу сразу что я собираю мох в лесу делаю это уже много лет мох можно купить на цветочных базах мох есть натуральный стабилизированный окрашенный вообще существует огромное многообразие мха какой же мох собираю я в лесу и что я с ним делаю вот такие пласты мха смотрите мох принесенный прямо из леса собранный либо с деревьев либо с таких мест где например растет черничник брусничник да вот здесь даже разные виды мха соединенные между собой в такой единый ковер далее я его собираю просушиваю и в целом на этом все ничем его не обрабатываю никаких жучков в нем нет если он просох и вот такими пластами его оставляю мох можно использовать в елочных игрушках в новогодних композициях в свадебных оформлениях я помню что раньше мы часто оформляли свадьбы с помощью мха декорировали вот такими пластами на свадебные арки укладывали моха к президиуму мох может служить отличным наполнением для даже цветочных композиций да и закрывать тем самым оазис закрывать технические моменты такой бесплатный материал данном случае который хорошо работает также такие пласты мха можно закупать на цветочных базах здесь уже выбор за вами что мы делаем дальше когда мох просох я решила показать как сделать такой кругляш так называемую новогоднюю игрушку да мы берем пласты мха и закрываем допустим круг из пенопласта вот таким вот нашим ковром из мха да давайте добавим еще сюда небольшой кусочек и все это можно прикрепить с помощью либо проволочки бульонки либо с помощью обычной нитки у нас получится такой шарик сейчас мы это закрепим и добавим где он будет необходим сделать уже крепление сделать декоративную историю или даже сделать подставку для свечи с помощью такого мха это тоже возможно много идей я буду показывать на наших новогодних курсах первой и второй ступени ссылочку оставлю вам под этим видео чтобы вы могли почитать программу присоединиться к нам и конечно же там будет у нас информация не только про мох но и про различные виды хвои про нобилис про ту и про кипарисы как хвою сочетать между собой как работать с разными материалами где их закупать как делать композиции и много-много всего интересного потому что мы будем заниматься оформлениями и витринистикой конечно же делать различные композиции букеты создавать новогодние игрушки много всего интересного сейчас вот мне даже будет этого кусочка достаточно я просто повторяю форму шара и пласты в этом случае на пласты мха очень удобно видите как быстро моментально мы с вами сделали вот такой вот шарик который можно использовать даже для фото зон да берем шары разного размера и укладываем их соединяем допустим веточками сосны веточками лиственницы и объединяем их между собой а такие шары можно использовать в качестве подсвечников да и устанавливать сверху на крепление свечки мы тоже в курсе это обязательно будем разбирать или просто оставить такой шар таком виде да можно дополнить к примеру сейчас мы дополним шишками сделать можно подвес да допустим из бечевки и в целом такие новогодние игрушки мне кажется очень сейчас будет актуально потому что все стремятся к теме эко сейчас особенно все стремятся к уюту да в своем доме мне кажется что это прям такая необходимая всем история сейчас и поэтому такие простые варианты простые лайфхаки надеюсь что вам тоже пригодятся в вашей практике вы будете их использовать либо трансформировать эту идею под какую-то свою да вот такая основа у меня получилось здесь можно сделать крепление и поделиться таким моментом уже в оформлениях в элементах декоративных каких-то историях оформлять можно как угодно я лишь показала вам приемы и рассказала сегодня про мох но если вы хотите больше информации про новогодние истории про новогодние композиции создание масштабного декора то конечно же жду вас на своих новогодних курсах первой и второй ступени уже для профи оставлю ссылочку на регистрацию и буду вас ждать до встречи